Друзья, вы когда-нибудь задумывались, что наши безобидные привычки могут стать большой проблемой? Только не надо хмурить брови. Порой совсем легкое движение меняет наше выражение лица. Так мы обычно выражаем удивление, огорчение, любопытство, гнев. А если мы это делаем изо дня в день, из года в год, то со временем у нас образуются складки между бровями. Так называемые морщины гнева. От этого мы точно не становимся привлекательнее. И таких привычек, которые делают нас старше пруд-пруди. Разберемся с некоторыми из них. И узнаем, как разгладить результаты наших мимических привычек. Приветствуем эксперта по естественному омоложению Ольгу Малахову. Доброе утро. Ольга, доброе утро. Доброе утро. Ну, конечно, морщины на лбу можно прикрыть челкой, но не всем. Скажите, как с помощью упражнений убрать вот эти морщины гнева? Можно. Итак, рекомендация номер один. Следите за собой и за своим выражением лица во все отражающие поверхности. Это очень помогает. Мы идем по улице, видим витрины, зеркала, стекла автомобилей и так далее. Увидели свое выражение лица, осознали и быстренько расслабились. И следующее. Можно делать очень простые упражнения в течение дня. Хотите покажу? Да, конечно. Давайте. От чего образуются морщины гнева? От того, что мышцы, соединяющие наши брови, сморщивающие брови, так она на них называется, они напрягаются, сокращаются и сдвигаются друг к другу. При этом наша кожа, как красивое шелковое платье, сминается. И вот они образуются, эти морщинки. Причем, когда эта морщина не уходит, это говорит о том, что мышцы находятся в постоянном напряжении. Значит, по принципу действия, противодействия, что мы должны сделать? Расслабить. Расслабить ее, конечно. Самое простое, как мы можем расслабить мышцу и показать мозгу, что у меня все хорошо, все спокойно, не нужно выражать этот гнев, это пальчиковый душ. А, просто массаж себе сделать в этой зоне. Конечно. Слегка барабаним. У нас к этому месту приходит кровь. Мышцы начинают ее активно кушать и расслабляются. И дальше мы начинаем с вами пальчиками чуть раздвигать эти бровки. С легким надавливанием, без фанатизма. То есть, чуть-чуть натягиваем, да, кожу? Да, да. Как будто мы ставим эту мышцу на место и говорим ей, принимая свое исходное положение, снова постучать и снова разгладить. А вообще эта морщина может уйти через какое-то мышечное время? Да, конечно. Конечно. Когда мышцы встанут на место. У меня, кстати, вот еще горизонтальные морщины на лбу, смотри. У меня тоже есть. Как с ними бороться? И с ними также можно бороться. И если вы готовы, то приступаем к упражнению. Конечно, готовы. Но прежде всего хочу вам сказать, мы наблюдали за тем, чтобы не морщить наше лицо. Правильно? Когда мы говорили про морщину гнева. А как же нам наблюдать вот за этой мышцей? Очень тяжело. Потому что ты удивился, все, поползли брови вверх. А знаете, почему мы так удивляемся? Потому что чаще всего наша голова находится не прямо, а в наклоне. Чуть-чуть вперед. И чуть-чуть вперед. И нарушается биомеханика мышц всего тела, в том числе и головы. А почему у нас голова находится все время вперед? Потому что мы в смартфонах, в компьютерах. И у нас меняется осанка. Отсюда, по большому счету, нам же не видно, что происходит перед собой. И мы постоянно поднимаем взгляд. И мы постоянно поднимаем мышцы нашего скальпа, чтобы посмотреть, что же там наверху. Кстати, обратите внимание, тут еще одна проблемка возникает. Да, сейчас еще и второй подбородок появляется. Да, и появляется второй подбородок. Итак, чтобы нам решить проблемы с солбом, прежде всего, теперь уже следите за своей осанкой. Ставьте голову правильно. Самая простая практика, которую могут делать все дома и даже мамочки с детками, это положить книгу на голову. Помните такой старый способ? Да, да, да. Так учат ходить с прямой. Правильно. А почему? Да, давайте. Это очень здорово. У меня, к сожалению, нет такой. Да, и мы красиво ходим по дому. По комнате, да. Таким образом у нас укрепляются мышцы-стабилизаторы шеи, в том числе. И, значит, голова у нас становится прямо. Когда вы походили, ну, сколько вы будете ходить? Ну, минут пять. Минут пять. Этого вполне достаточно. Уже почувствуете и свою осанку, и положение головы. Мы в этом же самом положении переставляем руки на лоб. И фиксируем кожу, чтобы она у нас не двигалась. Ставим над бровями. Отлично. Роман, следим за осанкой. Отлично. Итак, зафиксировали, сделали небольшое преднатяжение вниз. И сейчас мы дадим нашим мышцам задание. Удивляемся и толкаем только брови вверх. Поехали. Раз, два, три, четыре. Как тяжело-то. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Достаточно. Прям лицо отправили в спортзал. Конечно, лицо отправили в спортзал. И можем пальчиками, слегка, либо костяшками пальцев поднатянуть вверх. Вернуть лоб на свое место. Здорово. Если будете делать это ежедневно, утром или вечером, вы уже увидите, как ваши морщинки разглаживаются, как ваше лицо натягивается. Ну что, будем делать и молодеть. Обязательно. Спасибо вам за ваши советы и отличного дня. Спасибо. Спасибо.